ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство sims 4 вы наверное вообще не ждали что я приду к вам вновь со строительством винденбурге да еще и со строительством которые некоторые из вас просили меня в комментариях чтобы я наконец-то построила какую-нибудь церковь винденбурге в таком очень готическом строгом стиле может быть ну идеи были на самом деле разные и у меня идея таковая тоже конечно же в голове периодически мелькала и когда только-только вышло дополнение свадебные истории нам с вами добавили вот эти вот окошечки с узорами в общем как с мозаикой в окнах и с чем-то таким и всякие там прибамбасы типа колокола всякие шпили все прочее у меня сразу появилась идея построить церковь но на тот момент в тортозе я ее не увидела точнее у меня есть несколько вариантов до сих пор набросков для церкви в тортозе но так как я в тортозе уже построила одно место для свадьбы такую свадебную площадку то я вот не знаю насколько впишется в тортозу еще и церковь со свадебным тоже наполнением нужно ли там сразу два участка для свадьбы я думаю что наверное перебор и решила что наверное построю церковь сначала в хэнфорт-он-бегли если вдруг вы не видели мое строительство церкви в хэнфорт-он-бегли то я вам дам ссылку в правом верхнем углу обязательно посмотрите даже несмотря на то что там супер странная озвучка все но гляньте потому что церковь получилась красивая и она мне очень очень нравится но естественно у меня сразу появилась идея что можно в каждом городе может быть не впрямь в каждом в каждом но хотя бы еще где-нибудь пару церквей поставить потому что церковь эта вещь такая мне кажется очень обыденная в нашей жизни в каждом городе в маленьком в большом неважно есть храмы православные не только православные католические церкви и всякие разные короче на любой вкус и цвет по сути поэтому мне показалось что будет интересно и в sims привнести и то чтобы религию религии нет sims 4 я считаю это правильным потому что на фоне этого может разгореться кучу всяких споров и всего прочего мне кажется правильно что разработчики не уделяют внимание религии потому что если они уделяют внимание какой-то конкретной религии то другие люди относящиеся к другой религиозной группе начнут естественно тоже просите под все запросы попасть на она будет очень сложно и реализовать это все будет очень очень сложно поэтому меня нисколько не напрягает что в sims нет религии принципе я этому даже рада ходит где-то ее нет и на том спасибо но вот церковь и какие-то вот храмы может быть еще что-то подобное sims мне иногда хочется видеть особенно в таком городе как винденбург потому что винденбург это какая-то старая европа что-то такое очень старая очень такое прямо красивая классно и как правило где-то вот на центральных площадях в европе всегда стоят какие-то очень помпезные такие очень прям огромные храмы как-то еще они называются типа как католические церкви и все прочее это очень интересно это очень красиво архитектурно и я решил этим вдохновиться естественно прежде чем начать строить церковь у меня вообще я сначала начала строить ее от себя просто вот то как я бы могла ее увидеть в итоге поняла что ни один из двух вариантов которые получились от себя мне не нравится я полезла на пинтер с какими-то интересными картинками которые бы меня могли вдохновить и которые бы могли дать мне понимание как это может выглядеть и как это должно что самое главное выглядеть потому что я и церкви это абсолютно две разные просто вселенной я не особо знакомлюсь с таким видом архитектуры я не часто могу видеть такое он в плане я не заглядываюсь на такую архитектуру я чаще всего смотрю на обычные дома на какие-то городские постройки у меня такого много в предложке на пинтер с ти когда я что-то ищу а вот именно по запросу церкви и собор и какие-то храмы естественно такое не ищу на ежедневной основе потому что она мне не нужно соответственно в моей предложке на пинтер с ти такого нет и я решила загуглить именно на пинтер с ти загуглить ладно назовем это так и нашла такие несколько примеров которые мне очень понравились этот пример который построила я мне кажется это какой-то очень распространенный вид таких храмов они в разных форматах бывают именно собор и такие как церкви в общем вот эти две башенки по бокам я думаю многие смогли узнать я к сожалению не запомнила название того храма той церкви не знаю как это правильно назвать в общем церковь наверное будет правильнее я не запомнила к сожалению название и место расположения той церкви с которой я пыталась перенести вот это все дело в sims вот но в любом случае у меня мне кажется хотя бы чуть-чуть приблизиться к конечному варианту получилось конечно там на картинке было очень много всего она была очень сложно конструктивная там было очень много деталей виде всяких интересных колонн скатов и всего прочего естественно sims не всегда дает мне сделать то что я хочу это что я вижу на картинке не всегда получается перенести в игру но я постаралась выжать максимум который возможен из игры и получилось то что получилось в любом случае я рада что в винденбурге теперь в сохранении есть церковь работает она как свадебная площадка то есть это не типичная церковь куда можно сходить на службу еще что-то потому что как опять же я и сказала в sims нет религии поэтому это место будет работать как свадебная площадка место для свадьбы на которой вы со своими персонажами сможете устроить некое торжество свадебная сама по себе церковь получилось в таких темных оттенках мне очень хотелось видеть в винденбурге именно такую церковь именно вот такой собор темный в готическом стиле именно готическим стилем я и вдохновлялась на пинтерсе нашла кучу интересных картинок вообще посмотрела что такое как должна выглядеть такая архитектура не скажу что у меня получилось прямо со стопроцентным попаданием но я старалась в любом случае я осталась безумно довольна по крайней мере это выглядит гораздо лучше чем первые мои два варианта которые я сама из головы пыталась построить там было конечно вообще что-то нечто и я даже наверное никогда не покажу вам что там получилось потому что это очень странно выглядит это какое-то все очень не масштабно очень мелкая знаете такое прямо вот ну совсем крошечная хоть участок и небольшой всего 20 на 20 это кстати название участка вы сможете увидеть в левом верхнем углу это такое обособленное место в винденбурге я сначала вообще хотела поставить церковь и храм вот что такое собор где-нибудь на центральной площади потому что вы мне в комментариях писали что очень классно будет смотреться что то вот такое очень величественное помпеза на на центральной площади города винденбург но потом я посмотрела на эти участки поняла что нет нет мне не нравится то как там это смотрится и в конечном итоге мой выбор пал именно на этот участок я осталась безумно довольна что я выбрала именно этот участок потому что здесь она вписалась очень хорошо и если посмотреть панораму города отлетать на табуляции чуть-чуть подальше на этом участке она выглядит просто превосходно вообще просто perfect потому что другого места я бы честно для нее наверное не нашла точнее даже лучшего места я бы на ней для нее наверное не нашла я безумно довольна выбором участка и дислокации этой постройки поэтому я надеюсь вас такой вариант тоже устроит если кого-то не устроит вы конечно можете поставить ее на любой другой участок это не имеет никакого значения но я естественно подгоняла под размеры именно вот этого участка 20 на 20 он реально очень крошечный но знаете чего хотеть наверно такого участка тут не так много декора тут не так много объектов поэтому я решила что большой участок для церкви для храма для собора он просто не нужен он ни к чему прорабатывать какую-то внешнюю территорию фонтанами лавочками всем прочему мне показалось это не нужно потому что те картинки на которые я наткнулась на пинтересте там как правило вот эти соборы большие величественные в центре европы стоят где-то на центральной площади и вокруг них просто мощеная площадь все ничего более не деревьев не лавочек никаких благоустройств в виде деревьев кустиков и всего прочего и мне показалось что пускай у меня будет точно также без всякой хорошо озелененной территории вокруг без каких-то сложно конструктивных особенностей вокруг здания поэтому мне показалось что этот участок самый что ни на есть подходящий именно для такого типа участка вообще на самом деле я очень долго думала что строить на этом участке думаю ну куда вот он он какой-то знаете такой отстраненный от всего и сделать здесь какое-то общественное место с магазинами мне показалось супер странно ну типа я подумала блин это супер не проходное место она немножко обособленная укромная а вот церковь сюда вписалась просто идеально как я уже и сказала церковь я выполнила в темных оттенках в готическом стиле на самом деле готический стиль и он гораздо сложнее конечно выглядит но я постаралась использовать все что есть у нас в игре очень много задействовала из дополнения точнее из игрового набора вампиры всякие вот эти подсвечники ковры какие-то такие штучки со свечами опять же какие-то моменты элементы мелкие колонны двери о нет окна из игрового набора свадебной истории кстати но в любом случае старалась много объектов здесь использовать из игрового набора вампиры также при строительстве мне помогло дополнение веселимся вместе разумеется потому что это винденбург и мне хотелось чтобы эта церковь все-таки немножко отсылала нас к тому что мы винденбурге естественно архитектура вообще не схожая здесь нет вот этих вот чисто знаете тюдоровских каких-то именно внешней облицовки которая свойственна именно стилю тюдор либо еще как-то вы мне писали еще есть стиль который называется он очень похож на тюдор к сожалению я не запомнила его название если что можете еще раз написать мне в комментариях может быть с десятого раза я наконец запомни еще очень похожий стиль на тюдор очень легко который перепутать именно со стилем тюдор эта церковь не особо конечно похоже на все что я до этого строила для винденбурга но мне хотелось такого ощущения что она стоит обособлено что она немножко другая и хотелось именно придать и такого величественного строгого стиля что вот что-то типа того хотелось по стоимости эта свадебная площадка вышла на 136 тысяч 806 миллионов это много но учитывая кстати знаете здесь очень много колонн окон балкон и освещение я постаралась поработать с освещением чтобы здание красиво освещалась в ночи к сожалению кат-сцены я не поснимала в темное время суток но если вы установите себе в игру эту постройку то вы сможете посмотреть на эту постройку в ночи и вы поймете про какое освещение я говорю чтобы знание вот именно сами вот эти фотка не колонны а башенки красиво подсвечивались в ночи этом сидела мучилась с этим думала как же сделать так чтобы было красиво но в итоге добилась вроде бы по крайней мере мне понравился конечный результат я осталась практически полностью довольна конечно наверное единственное чего мне не хватило именно каких-то мелких деталей арочных окон сложно конструктивных потому что те окна которые я использовала не очень просто выглядит мне бы хотелось чего-то прям вау но разумеется в игре нет таких предметов есть куча дополнительного контента на эту тематику прямо очень много я встречала на просторах интернета таких допов прямо с интересными окнами со шпилями с каким-то башенками двери очень сложно конструктивный колонны множество интересных деталей для экстерьера но знаете рука чесалась очень сильно у меня уже очень давно чесалась рука что-то такое скачать именно из дополнительного контента и прямо за бабах и так за бабах и но я себя все время останавливаю и бью по рукам потому что ну я как бы но cc все-таки стараюсь придерживаться и мне это нравится мне нравится что сохранение получается абсолютно без дополнительного контента и в нем может играть каждый и тот кто использует допы тот кто не использует все уже на ваше усмотрение поэтому мне так удобно и в целом хочется показать насколько это реально построить нечто подобное без использования дополнительного контента разумеется допы они прям очень шикарно сделаны не помню забыла автора который классные допы делает на эту тематику но у меня куча сохраненных таких вещей на пинтерости и просто в закладках в браузере у меня много такого но я все-таки решила отказаться от скачивания дополнительного контента и построить вот с теми инструментами которые есть в игре можете написать в комментариях как вам нравится не нравится может быть вы когда представляете себе какой-то собор величественный либо в каком-то готическом стиле собор храм церковь вы как-то представляете себе иначе напишите мне поделитесь своим мнением в комментариях мне очень интересно почитать ваше мнение потому что здесь использовала все что только можно было использовать мне кажется постаралась сделать насколько это возможно сложно конструктивное здание и с крышами поработала и вот эти башенки выстроила и колонны добавила какие-то балконы опять же но конечно немножко не хватило но в целом я осталась безумно довольны и как я уже и сказала с общей панорамы города эта церковь смотрится просто невероятно классно именно здесь в этом городе и на этом участке вроде бы я рассказала все про церковь точнее я успела поговорить именно про то как у меня все это рождалось я постаралась акцентировать внимание именно на каких-то мелких деталях моментах ну а в целом что сказать про наполнение этой церкви обычный стандартный алтарь и куда пойдут ваши молодожены естественно место для гостей в лавочках какие-то места для самого празднования может быть это выглядит супер странно согласно типа и венчаться не венчаться точнее а устраивать церемонию свадебную и тут же прямо отмечать все вместе в одной церкви это наверное очень странно так никто конечно не делает в жизни но это симсы давайте откинем такой вот маленький момент потому что если бы я по сути сделала здесь только место для заключения брака а все остальные помещения я даже не знала чем и забить собственно поэтому и пришла такая идея совместить пускай это будет вот такая церковь в рамках sims 4 я думаю многие со мной согласятся что лучше так чем как-то по-другому потому что чем еще забить то место которое у меня образовалось и образовалось его очень-очень много потому что основная вот это вот скажем так часть куда ваши молодожены пойдут типа к алтарю дам назовем это так то конечно там она прям супер небольшая там есть место для гостей и непосредственно дорожка по которой пройдут молодожены а все остальное это чем занимать просто какими-то диванчиками у нас в sims нет картин похожих на иконы нет большого количества свечей которыми бы можно было как-то не знаю имитировать какие-то штуки свойственные для церкви нет ничего подобного точнее свечи конечно есть имитировать то можно но я подумала что наверное я сделаю вот такую церковь именно формате sims 4 чтобы это было многофункционально и удобно по сути здесь ты заключил брак и тут же прям повеселился посидел устроил застолье потанцевал и все прочее потому что но это sims что мы можем сказать поэтому вот каким-то таким образом я решил поступить и на самом деле осталось этим фактом довольно мне нравится что все в одном месте что здесь можно заключить брак и повеселиться сразу как бы это странно не звучало но я пришла к такому умозаключению и мне этот вариант очень очень нравится а свое мнение можете написать в комментариях стали бы вы так делать или вас это не устраивает может быть вы как-то под себя это потом переделаете если скачаете мой вариант в общем напишите поделитесь со мной мнением в комментариях ну а я в принципе про постройку рассказала все наверное единственное на чем уж хочется остановиться рассказать вам такую маленькую историю жизни который приключилась со мной буквально вчера озвучиваю я этот ролик в пятницу немножечко заранее естественно разумеется чтобы успеть подготовить все до конца я всегда так стараюсь делать но в общем есть сегодня не знаю слышно ли это на микрофон наверное не очень потому что я стараюсь контролировать свою речь хотя дается мне сегодня это слишком сложно потому что вчера мне удалили зуб мудрости и в общем это была очень странная история у меня ночью заболел сильно зуб я нифига не спала естественно утром принял решение сразу ехать в больницу ничего не ждать не там не сидеть не мучиться и в итоге удалили мне зуб мудрости ужасные который болел сильно сильно и которого я сейчас уже лишилась и разумеется боль еще сохраняется некоторое им не сложно открывать рот я прямо сейчас делаю это немножко через силу и то чтобы мне очень очень больно и нет не делается для того чтобы пожалеете меня в комментариях нет конечно но сам факт того что зуб мудрости это адская боль не знаю напишите мне в комментариях может у кого-то тоже были такие проблемы с зубами мудрости потому что у меня выдали зуб мудрости лёша тоже выдирали зимой зуб мудрости они какие-то супер проблемные зачем они вообще растут не понимаю они приносят мне кажется только дискомфорт в общем врач сразу сказал что лечить его не имеет никакого смысла давай просто выдернем и будешь жить спокойно в принципе я с ним согласилась потому что именно за этим я в больницу собственно ехала правда провела пару часов в очередях разумеется потому что поликлиника бесплатная как иначе но в любом случае проблему я решила боль конечно еще чуть-чуть сохраняется я надеюсь что к завтрашнему дню я уже буду огурцом в любом случае очень это надеюсь в общем вот такая вот история со мной тут приключилась за эту неделю напишите мне в комментариях кто-то сталкивался с болью зуба мудрости кому-то их удаляли или нет вообще напишите они у вас вообще изначально выросли потому что я знаю что не у всех вырастают зубы мудрости у меня выросли все четыре зараза вот реально все четыре зуба мудрости два нижних точно а вот блин верхней по моему тоже выросли это такая беда если еще трое подъедут вот это я наверное офигею ну короче это не очень классная история на самом деле с этими зубами мудрости но напишите мне в комментариях выросли у вас зубы мудрости или не выросли я стала немножко глупее как сказал лёша но зуб мудрости же называется в народе вот естественно и вы выдернули вчера мне мудрость лишили меня мудрости ну я надеюсь что все будет нормально я единственная знаете зачем переживаю чтобы главное там все прошло отлично ничего не воспалилась и ничего не там нет и произошло вот это вот только за это переживаю а так все в целом в норме чувствую я себя сегодня довольно странно именно поэтому я сказала про то что моя речь может быть немножечко странной я конечно стараюсь всеми способами ее контролировать но я сегодня крайне мало разговаривала за целый день потому что мне больно шевелить челюстью мне отдает в шею и в гланды я я не знаю как это с чем это связано но я надеюсь завтра будет лучше потому что если нет вы знаете насколько я суетолог наверное по моим стримам насколько я умею наводить панику я наверное психану еще раз поеду в больницу чтобы не посмотрели а все ли там точно в норме ну в общем напишите мне в комментариях как у вас обстоят дела с зубами мудрости именно с зубами мудрости потому что они такие очень не очень я бы сказала поделитесь своими историями может быть у вас есть тоже какие-то интересные истории связанные с удалением этих зубов мне будет интересно почитать я точно знаю что я такая не одна проблемная но в общем делитесь мне будет интересно почитать может быть кому-то тоже будет интересно почитать может кого-то это сподвигнет на то чтобы следить за своими зубами мудрости ну хотя чё за ним следить сразу дернул в принципе не паришься в общем вроде бы на этом все наверное единственное еще сегодня будет еще точнее для вас уже была трансляция так как я озвучиваю немножечко из прошлого то для метка сегодня будет трансляция посвященная игровому набору оборотни я еще не видела ее озвучиваю чуть-чуть заранее поэтому пока сказать ничего не могу наверное уже поговорим с вами в следующем ролике об этом поподробнее можете написать в комментариях поделиться как вам трансляция с разработчиками удивила вас а может быть наоборот расстроила в общем напишите свои ощущения потому что вы ее видели я еще нет поделиться пока своим мнением не могу но вы ее уже видели на тот момент как этот ролик уже вышел поэтому делитесь своим мнением может быть там с вами и пообсуждаем как раз таки в комментариях что да как что нас ждет в ближайшие дни но на самом деле кривой набор выходит уже супер скоро время летит просто не в себя вот каждый раз удивляюсь вроде недавно анонсировали думаю о еще так долго еще две недели а тут уже раз и все и пару дней осталось в общем поделитесь со мной мнением в комментариях насчет трансляции с разработчиками как она вам а я буду заканчивать свою озвучку принципе сказала все что хотела рассказала и поделилась всеми моментами касательно церкви касательно того что произошло в моей жизни за эту неделю поэтому на этом буду заканчивать но конечно же прежде чем уйти и закрыть данный ролик не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик для того чтобы не пропускать новых интересных роликов также не забывай опускаться в описании чекать все ссылки на социальные сети а еще если тебе не сложно ты можешь поделиться этим роликом со своими друзьями для того чтобы новые зрители узнавали о канале и не забывай поставить большой пальчик вверх и написать комментарий если тебе понравилось это видео но на этом у меня на сегодня все я всех благодарю за просмотр всем до скорых встреч и всем пока пока увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах а а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok